НОСАМС НОСАМС использует 12 стран мира. США взяли ее на вооружение как один из видов защиты Белого дома, а в Латвии ее разместили для защиты Балтийского региона. Среди других НОСАМС используют Финляндия, Нидерланды, Оман, Испания. Именно испанцы перебросили на американскую базу НАТО в Латвии эти ПВО для защиты Балтийского региона. Основным тактическим оружием зенитно-ракетного комплекса является батарея, состоящая из трех взводов по 9 пусковых установок, каждая может выпустить до шести ракет. Один оптоэлектронный комплекс наведения НТАС и три радиолокационные станции. Проектировать комплекс начали еще в 1989 году, а уже в 1994 году он стал на вооружении военно-воздушных сил Норвегии. В НАСАМС используются ракеты «Амраам», относящиеся к классу «воздух-воздух». До модернизации советских ЗРК в Украине на смену БУК-М-1 лучше подошел мобильный зенитно-ракетный комплекс норвежско-американского производства с ракетами АИМ-120 «Амраам» на вооружении. Именно АИМ «Амраам» может даже без особой переработки в случае старта с Земли уничтожить цель на расстоянии до 15-25 километров. А если установить специально адаптированную версию ракеты «Амраам», можно уничтожать цели на расстоянии до 40 километров и на высоте 20 километров. Ракета АИМ-120 отличается совершенной радиолокационной головкой самонаведения и имеет высокий уровень противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Также ракета может совершать маневры даже при высокой перегрузке и разгоняться до скорости в 4 маха. НОСАМС оснащен тремя пусковыми установками, каждая из которых несет до 6 готовых к стрельбе ракет АИМ-120 «Амраам» в транспортно-пусковых контейнерах и соединена с командным пунктом центра распределения огня в DC через радиоканал или полевую проволоку. Мобильная пусковая установка может быть развернута и дистанционно управляется на расстоянии до 25 километров от центра управления. Она может выстрелить шестью ракетами АИМ-120 за считанные секунды по шести разным целям, что обеспечивает несколько одновременных поражений и боевых целей. Можно установить до 12 пусковых установок с 72 ракетами и все ракеты почти мгновенно будут готовы к стрельбе. При этом, все ракеты могут быть выпущены по отдельным целям менее чем за 15 секунд. В огневой позиции платформа с пусковой установкой опускается на землю, а для стабилизации пусковой площадки во время стрельбы можно развернуть четыре гидравлических домкрата. Особенности комплекса состоят в том, что обычная ракета АМРАМ достигает цели на расстоянии до 20-25 километров, а ракета АМРАМ-ЕР имеет радиус действия 40 километров. Есть ракеты, которые могут поразить авиацию и на расстоянии более 100 километров. Ракеты имеют радиолокационную головку самонаведения и высокий уровень противодействия системам радиоэлектронной борьбы, проще говоря, глушилкам. Точность поражения составляет до 85% целей. Отдельно обращают внимание на управление. Во-первых, пусковые установки и радар могут находиться в 25 километров от пункта управления. Это удобно с точки зрения безопасности. Во-вторых, можно давать задания отдельным пусковым установкам. В-третьих, объединить все установки в сеть. Управляемая ракета АМРАМ отличается нормальной аэродинамической схемой с крестообразными рулями и крылом, имеет комбинированную систему наведения. То есть сначала полет осуществляется посредством командно-инерционного управления, а позже включается активное радиолокационное самонаведение. В комплекс интегрированы различные украинские средства обнаружения противника, станции радиотехнической разведки, оптически прицельные станции и так далее. Это позволяет вести огонь в режиме полной маскировки. Сам же НАСАМ синтегрирован в общую систему ПВО, чтобы он мог получать данные от всех других радиолокационных станций и других средств. Платформа пусковой установки разработана с учетом удобства транспортировки вертолетами на судах. Установку можно транспортировать по разным типам грузовиков. На установке установлена гидравлическая система для загрузки и разгрузки с грузовика и для правильного размещения. Система получает питание от генератора или грузовика и может работать в полуавтоматическом или ручном режиме. Это обеспечивает ей высокую мобильность при использовании. На сегодняшний день существует несколько модификаций зенитно-ракетного комплекса НАСАМС. На НАСАМС-2 модификация базового варианта, принятая на вооружение с 2007 года, получила улучшенное программное обеспечение, имеющее совместимость с используемыми системами связи. Хумрам – американский аналог, который был создан специально для вооруженных сил США, вариант имеет облегченные шасси с повышенной проходимостью. Сламрам – еще один американский вариант, который был создан для морской пехоты. Сламрам ЕИКС – последняя разработка американской компании Рейтрон. Этот комплекс имеет повышенную дальность поражения и может использовать два вида ракет – малой и средней дальности. Надо отметить, что на практике, даже в последней версии, НАСАМС защищает не от всех угроз, хотя они могут справиться с беспилотниками, самолетами, вертолетами или даже со сверхзвуковыми крылатыми ракетами. Но он недостаточно эффективен против баллистических ракет, типа Искандер. Потому что не может совершать перехват на ранних стадиях полета ракеты, а только уже на последнем этапе, то есть непосредственно перед ударом. Кроме того, его обслуживание безумно дорого, поскольку стоимость ракеты АИМ-120 – от 180 тысяч долларов до 300 тысяч. Это, конечно, не имеет большого значения, когда речь идет о человеческих жизнях. Но, к счастью, упомянутые ракеты достаточно распространены на складах США и стран НАТО.